Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хотел бы пожелать своим коллегам, их семьям, чтобы у них был порядок в семье Это самое главное, потому что когда пожарный идет на работу, он должен быть спокойным Что у него тыл прикрытый, скажем так, здоровье Ну, чтобы удача сопутствовала всем И чтобы все возвращались после смены домой Живыми и невредимыми По итогам минувшего года рост производства в легкой промышленности Донеччины составил 22% В то время как в среднем по Украине 13% Среди преуспевающих швейных предприятий Краматорска, Шахтерска, Донецка, Мариуполя и Красноармейская швейная фабрика ВСЛК По результатам 2001 года рост производства здесь составил 160% Работая в основном с зарубежными фирмами на товарческом сырье удалось добиться прибыльности производства Рентабельность, которая составила на конец года 0,3% могла бы быть и большей, если бы не трагические события в США 11 сентября В результате чего красноармейским швеям пришлось искать новых партнеров Сегодня здесь выполняются заказы в основном немецкой фирмы Штальман Есть предложения от британцев и французов Около 50 тысяч у нас есть заказ 23 тысячи мы уже получили на предприятии 30 тысяч будет где-то в течение следующей недели Значит, этот заказ на Францию, но он идет через посредника Пока напрямую мы начнем работать с апреля месяца Платья на Германию мы еще опять-таки через посредника И карнавальные костюмы возобновляем со средины февраля месяца Сейчас у них просто каникулы Несмотря на стабилизацию производства, на швейной фабрике очень большая текучесть кадров Заработная плата выплачивается с задержкой Сегодня предприятия нуждаются в рабочей силе По словам Лилии Глебской, фабрика вынуждена работать на не всегда выгодных условиях с американскими и европейскими партнерами По причине невозможности вернуться на внутренний рынок Из-за высокой себестоимости изделий и высоких ставок налогообложения Наша продукция пока не будет пользоваться таким большим спросом, потому что она будет дорогая В актовом зале ПТУ номер 116 города Димитров Сегодня состоялся конкурс дегустация Где были представлены 30 блюд из грибов вешенка Которые не только вырастили, но и бесплатно предоставили сотрудники частного предприятия Роксолана При нашей жизни на сегодняшний день, ну скажем трудной, это праздник И я в общем-то благодарна, очень благодарна учащимся, преподавательскому составу училища За то, что они так откликнулись, с таким интересом, с таким энтузиазмом, скажем так, они занимались этим вопросом Такой конкурс, где каждый мог не только попробовать любое блюдо, но и получить его рецепт, интересен и полезен одновременно Учащиеся училища сегодня узнали о вкусовых качествах и кулинарных достоинствах вешенки Что значительно расширило их знания в области приготовления грибных блюд Люди многие не знают еще и питательную ценность грибов, а мы будем говорить в процессе работы об этом Очень много блюд можно приготовить и самое главное, что это экологически чистый продукт Из которого можно не бояться и приготовить любые блюда В конце конкурса частного предприятия Роксолана были вручены подарки победителям и поощрительные призы участникам Роксолана сегодня доказала всем, что она не только единственная в регионе предприятие, которая выращивает экологически чистые грибы вешенка Но и способна на проведение столь интересных и познавательных мероприятий Татьянин день – это неофициальный студенческий праздник, история которого уходит в далекое прошлое Дело в том, что 12 января по старому стилю, а ныне 25-го, 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета И совершилось это в день памяти святой мученицы Татьяны Этот день среди студентов особо почитаем и любим Для меня этот праздник вдвойне. Я Татьяна и день студента. Двойной праздник Праздник для всех. Как раз в конце сессии настроение такое Пожалуй, всем, кому довелось побывать в качестве студента, с ностальгией вспоминают о своих годах Но необыкновенность студенческой жизни понимают уже после окончания учебного заведения А для нынешних студентов все это и прелести общаги, и вредный преподаватель, институт, экзамены, сессии, суровые будни Так легко ли быть студентом? Во-первых, начнем с того, что нелегко им стать А когда, наконец, все испытания пройдены, и заветная цель достигнута, вы студент Странно, но оказывается, что это не так уж и весело Оказывается, что надо ходить на какие-то лекции, готовиться к семинарам, сдавать сессию А стипендия, на которые вы так надеялись, оказывается таких уж небольших размеров Что порой даже от кассы до дома не доносятся, а тает где-то по дороге Спрашивается, если так тяжело студенческое бремя, то зачем же добровольно лезть в эту петлю? Мы поинтересовались у студентов педагогического училища Дальнейшая профессия, это имеет значение Так как тяжело сейчас найти работу, и нужно иметь хорошее образование Если ты хочешь учиться, и если у тебя есть возможности, то легко Мне кажется, студентам быть не сильно легко, но очень интересно Я считаю, что да, легко, работать будет сложнее, серьезно Лично мне нравится, и учиться, и вся эта студенческая жизнь, она веселая Действительно, у каждого из нас сохранились об этом периоде самые трепетные воспоминания Беззаботное время Нынешние студенты немного другие У них иные взгляды на жизнь, иные цели Но нас всех, и бывших, и нынешних, объединяет студенческое братство И может порой не стоит так серьезно ко всему относиться А как в юности, с задором и решительностью Помните, в студенчестве море было по колено, и не было невозможного Фестиваль Красноармейской интеллектуальной олимпиады 2002 Был посвящен пятилетию клуба «Эрудит» Центра творчества и досуга И 11-летию международного журнала «Игра» Юные интеллектуалы из Воронежа, Таганрога, Донецка, Мариуполя, Красноармейска, Родинская И многих других городов собрались вместе, чтобы побороться за звание Самого умного, находчивого и сообразительного Генеральным спонсором фестиваля выступила угольная компания «Шахта Красно-Лиманская» Которая представила для участия две команды – магистры и виртуозы Ребята достойно отстояли честь своего города и были награждены поощрительными призами Показали свои знания, показали все, что мы знали Выложились на все сто Поэтому я считаю, что для нас это хорошо прошел конкурс Нас привлекли вопросы из области истории, культуры, видов спорта Ну, в общем-то, один какой-то из них выделить сложно, потому что они все были одинаково сложные и тем не менее интересные Как вы считаете, такие фестивали нужны? Вы будете принимать участие дальше в таких фестивалях? Конечно, нужны Мы многого узнаем нового, общаемся с новыми людьми, приобретаем новых друзей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова